Может быть мама и папа, а может быть папа и папа. Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет такой десерт, полезный и в то же время очень-очень вкусный. Сейчас как раз таки сезон тыковок. Это тыковки, они просто вареные. И мед. Я очень люблю делать вот так вот. Беру мед. Вот у меня такой. Купила в обычном супермаркете. И вот так вот посыпаю медом тыковки. Получается просто нереально вкусно, особенно если вы любите мед. И вот так вот кушаю. Обалденно просто. Особенно если мед прям, знаете, такой вкусный, сладкий. Иногда мед бывает с горечью. Немножко такой горьковатый, да? Я такой вообще не люблю. Забыла сказать. Здесь как раз таки ровно килограмм. Килограмм тыквы. Причем, знаете, такая хорошая тыковка. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Я вместе с чаем, знаете, вместо варенья или какого-то десерта люблю именно вот так вот кушать. Я вас уже достала, наверное, за свою болезнью, но мне настолько было приятно, что я поставила в инстаграм градусник. Там была температура 39,5. И если честно, когда я ставила эту фотографию, мне так хотелось, чтобы кто-то меня пожалел. И столько хороших комментариев. Ну, в каком плане хороших? Ну, типа выздоравливай и так далее. Советов. Как сбить температуру. И в этот момент ты понимаешь, как на самом деле действительно тебя аудитория любит. Спасибо каждому, кто написал что-то хорошее вне в директ. К сожалению, прям всем ответить я не смогла. Но человек 30 я точно ответила. Как раз мне заняться нечем было. Я лежала. Сидела, отвечала. Это реально было очень-очень приятно. Знаете, закон подлости. Помните прошлое мое видео? Там не было названия. Где-то, наверное, часа три. А проблема была в чем? Как только я загрузила видео, мне отключили интернет. Как будто все ждали, чтобы я дозагрузила видео. Потом отключили. Отключили за неуплату. Знаете, фишка, в чем заключается там? То есть я плачу на 3-4 месяца вперед. А потом забываю, до какого месяца у меня уже заплачено. Вот. Я такая, короче, сижу дома. Дома никого нету. Еще плюс я без интернета. Мне никому позвонить по WhatsApp не получится. И еще плюс у меня на телефоне нету денег. Температура у меня под 40. Я просто ужасно себя чувствую. Я просто не могу встать себе чай сделать. У меня, честно, в жизни впервые такое, что я прям настолько плохо себя чувствую. Вот. И как вы думаете, кто помог мне в такой ситуации? Прошел где-то час. Звонит мне Фатимочка. И говорит, пупсик, что у тебя нету? Говорит, я тебе пишу в WhatsApp, ты мне не отвечаешь. Говорит. Ты что, настолько зазвездилась, что даже мне не отвечаешь? Я такие шутки. Я так была рада ее слышать, как никогда. Я ей сказала, что я себя плохо чувствую. Отключили интернет из-за того, что я не заплатила вовремя. А заплатить за него я не могу, потому что это я делаю через интернет. А интернета нет, а мне спуститься я не могу. И тут Фатя говорит, да я сама заплачу тебе за интернет. Какая у тебя медиа-сеть, скажи мне. Я все организую. Это, блин, было настолько приятно. Вот в такие минуты ты осознаешь, как же нужны в жизни друзья. Просто часто я вижу, знаете, такое в комментариях. Ну, типа, Фатя тебя не любит. Фатя не ценит вашу дружбу. И так далее. Вы думаете, я не читаю это все. Я читаю и даже очень частенько удаляю такие сообщения. Потому что вы смотрите со стороны. Вы не знаете, что происходит между нами. И в такие минуты, когда тебе действительно нужна помощь, Фатя такой человек, что никогда тебя не оставит в беде. Да, она в каких-то вещах может очень грубо ответить и так далее. Но, вы знаете, это всего лишь оболочка, которую вы видите на видео. Если вы на самом деле не любите Фатю, я вам могу просто сказать, как человек, который ее очень хорошо знает, что вы сильно ошибаетесь. Вы не знаете этого человека. То есть, мы с ним постоянно на связи. Вот, постоянно. И мое отсутствие где-то в час или два часа, она сразу заметила, как бы сразу мне помогла в сложной ситуации. Я желаю вообще каждому иметь таких друзей. Но сегодня мне уже значительно лучше. Просто, знаете как, я приболела, но при этом решила пойти в супермаркет, там закупиться. Супермаркет далеко находится от дома. В общем, проще говоря, когда вы болеете, нужно придерживаться постельного режима. В противном случае у вас тоже могут быть какие-то осложнения. И давайте начнем отвечать на вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Так, первый вопрос. Какая профессия тебе нравится? Например, если бы у меня был бы сын или дочка, скорее сын, я бы очень хотела, чтобы он стал пластическим хирургом или хирургом просто. Вообще, врач, мне кажется, это очень престижная профессия во все времена, во все годы, во всех странах. Поэтому я бы очень хотела, чтобы мой ребенок стал врачом. Мои родители очень хотели, чтобы я стала учительницей. Но я очень рада, что я не стала учительницей, потому что я по характеру немножко мягкий человек. Я не всегда умею говорить нет. Я уверена, что дети бы сели бы мне на шею и все бы надо мной бы издевались. То есть я не могу себя поставить и вот сказать нет. Иногда бывают какие-то такие моменты в жизни, когда я не говорю свое мнение, а потом очень жалею об этом. Фатти или Шелли? Выбери одну. Ну и вопрос у вас, ребята. Знаете как? Фатти и Шелли – это очень разные люди. То есть это настолько разные люди, что мне кажется, они бы даже и дружить бы не смогли. Какие-то темы есть, которые я могу обсудить только с Фатти. Например, какой-то косметоз. Я хочу себе купить какую-то палетку, например, да? Или на сайте Revolution Beauty скидки, не знаю, там. Мы с Фатти можем часами говорить о каком-то тональном или о каком-то карандаше для губ, например, да? А с Шелли можно обсуждать другие какие-то моменты, не знаю. Проблемы с родственниками, проблемы с родителями, не знаю. Проблемы с молодым человеком, если он есть, конечно же. Вот, какие-то такие моменты с ней можно обсудить. Поэтому я не могу сказать, кто лучше, кто хуже. Но с Шелли мы за три года ни разу не ругались. Ругаться я не имею в виду, прям, знаете, драка такая. У нас даже не было, что наши как-то интересы не совпадают там, или мне не понравилось то, что она сказала, или как она себя повела. А за три года ни разу. Для меня это удивительно, потому что я всегда считала, что в любых отношениях, если вообще нету ссор, то это отношения не искренние. Ни одной ссоры. С Фатей было, что, знаете, у нас какие-то разногласия и так далее. Следующий вопрос. Давили ли на тебя учителя, чтобы ты была отличницей? Я никогда не была отличницей. И скажу вам тоже. Иметь все пятерки в школе это еще не показатель того, что вы будете успешным человеком в жизни. То есть вы можете плохо учиться, но в дальнейшем так устроиться, что будете жить лучше всех там в классе. Вот. Но образование это все равно очень важно. На этот вопрос, кстати, я уже отвечала. Как относишься к ЛГБТ? Я считаю, что такие люди есть и это имеет место быть. Но я против того, чтобы это показывать. То есть, например, целоваться в общественных местах и так далее, потому что дети могут это увидеть и у них так сформируется психика, что они будут думать, что это тоже нормально. Все-таки это бывает с рождения, на мой взгляд. И раз такие люди есть, то мы ничего с этим не можем сделать. Даже моя бабушка, которой 8-7 лет, она говорит, что такие люди были и в их времена тоже. Я просто к чему? Например, я еду со своим сыном в метро, правильно? И напротив нас сидят пара из двух парней, и они там целуются, например, или обнимаются. Мой сын скажет, мама, а это нормально? Я скажу, нет. Но у него в голове останется вот это, что может быть мама и папа, а может быть папа и папа. Я, если честно, боюсь за своих детей, будущих. Поэтому я считаю, что даже если это есть, то это лучше как-то скрывать. Следующий вопрос. Какие планы на будущее? Я, если честно, коплю, коплю денежку. У меня есть мечта. Я хочу кое-что купить. Я даже не знаю, стоит ли это рассказывать. Я всегда боюсь, что я расскажу, а потом мне это не получится. На протяжении уже двух лет, как только я начала... Я два года как работаю? Нет, я год как работаю. Я год как закончила универ и работаю. И вот на протяжении этого периода я постоянно коплю. Каждый месяц, хоть минимальный, знаете, вклад в свою копилочку я делаю. Может, уже многие догадались, что я хочу купить. Я, если честно, не совсем понимаю людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Я лично откладываю деньги и всегда это не менее 30% от заработанного мною за месяц. И даже когда я покупаю себе золото, я покупаю это на деньги, которые я должна потратить за месяц. То есть я выделила себе, например, ну, к примеру, да, 40 тысяч рублей, да, которые я потрачу в течение месяца. И денежка на косметику, не знаю, денежка на золото, которое я покупаю, или на бижутерию, ну, на что угодно, это должно входить вот в эту сумму 40 тысяч. Потому что какую-то часть я отложила. Я считаю, что это абсолютно нормально. Смотрите, какой кусок. У меня есть план. 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 Я так ориентировочно думаю, что покупку, которую я хочу сделать, на нее накопить я смогу до следующего лета. Просто вкусняша. На мой взгляд, я уже доела. Больше в меня не лезет. Это был нереально вкусный, сытный и здоровый десерт. Я думаю, что сегодня я еще выложу видео, рецепт которых я нашла в инстаграме. Так что ждите. На этом все. Я вас всех очень сильно люблю. Целую. Всем желаю удачного дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok